Далее с нами в эфире Владимир Шаповалов, политолог, историк. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Леонидович, ну вот все говорят, да, эти дни войдут в историю, да. Но почему, вот сначала, да, просто ваше лирическое отступление, ваша мысль, почему история никого, ничему не учит, как правило? Прежде всего необходимо подчеркнуть, что, конечно, история может научить, но, к сожалению, очень часто действующие политики, государственные деятели не изучают уроки истории и, во всяком случае, не анализируют их настолько, чтобы провести необходимые аналогии и признать, соответственно, что уроки истории существуют и они действуют. Иначе достаточно сложно было бы объяснить, почему нынешние украинские политики, во-первых, занимаются откровенной нацификацией страны и не только нынешние политики, но политики, например, уже даже нескольких поколений, начиная как минимум с третьего президента Украины, да, в общем-то, и первый президент приложил к этому достаточно серьезную руку. Почему они не учитывают совсем недавние, казалось бы, уроки истории, такие, как грузино-юго-осетинская война или действия России по поддержке братского сирийского народа? Почему украинские политики игнорируют нынешний современный опыт, исторический, в общем-то, с точки зрения новейшей истории? Это свидетельствует, видимо, о очень узком, так сказать, коридоре мышления и принятии политических решений. То есть политики, находящиеся у власти, либо недостаточно компетентны, либо не воспринимают уроки истории близко к себе. Это раз. И второй момент. Ну, давайте посмотрим, во что превратилась история на Украине. Ведь это же абсолютный абсурд. То, что сейчас на Украине, как интерпретируют историю, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, он совсем недавно выступал с исторической статьей, это настолько далеко от реальной истории, что вот та картинка, извращенная картинка истории, которую создали в Киеве, она, конечно, ничему не может научить, поскольку это абсолютно кривое зеркало. СМС-ки зрители. Владимир Ильинич, когда распался Советский Союз, почти, если мне правильно можете поправить, почти 25 миллионов русских граждан России стали иностранцами в тех странах, которые отсоединились от России. Их притесняли, вытесняли русский язык и так далее, и так далее. Их вынуждали уезжать из своих городов, из своих домов. Сейчас, в 2014 году, на Украине сложилась такая ситуация, что за то, что ты русский, тебя убивают. Как так? Да, ну, что касается цифр, обычно произносят до 30 миллионов русских. Но, как вы понимаете, это очень условно, потому что, а где на Украине русский, где украинец? Мы должны вести речь о русских, о представителях других национальностей русскоязычных, в том числе украинцах русскоязычных. И в этом смысле, я думаю, что нет абсолютно никакого резона разграничивать эти понятия. Есть восток и юг Украины, который абсолютно враждебен той националистической, нацистской идеологии, которую сейчас исповедует украинская политическая элита. И был враждебен всегда. И всегда восток и юг Украины был прорусским, пророссийским. Достаточно посмотреть на то, каким образом эти территории, люди, избиратели на этих территориях голосовали. Всегда они голосовали иначе, чем на западе Украины, на президентских выборах, парламентских выборах. И, конечно, это очень серьезная ситуация. Что касается убийства, был произнесен термин геноцид. Это абсолютно, как мне кажется, приемлемый термин в данной ситуации. Потому что, по данным Организации объединенных наций, за период конфликта с 2014 по 2021, включительно, на территории юго-востока Украины пострадали примерно 34-35 тысяч человек. Из них огромное количество убитых, в том числе мирных жителей. Порядка 4 тысяч мирных жителей только убито. Более того, за мирный период 2017-2021, подчеркиваю, эти годы считаются мирными, действуют минские соглашения. И они постоянно подчеркивались украинской стороной, что Россия их нарушает, а якобы Украины нет. За этот период времени, только за этот период времени, было убито 4 тысячи жителей Донбасса. Разве это не геноцид? И, конечно, это кровь на совести киевских властей. При этом хочу подчеркнуть, что параллельно с этим разворачиваются абсолютно чудовищные события на территории Украины в целом. Это запрет русского языка, многоэтапный запрет русского языка. И это уже не Порошенко, это не Ющенко, это нынешняя команда, которая последовательно сейчас в январе 2021-го вступил в силу очередной этап законодательного запрещения русского языка. Это преследование оппозиции, это закрытие телевизионных каналов, это преследование журналистов и общественных активистов, это насилие в отношении них. То есть, фактически, речь идет о том, что существует абсолютно чудовищный букет нарушений прав человека, которые мы наблюдаем в соседней с нами стране. И в основном эти нарушения касаются русских и русскоязычных. Владимир Леонидович, вот еще Казьма Прутков писал, что каждый человек напоминает сосиску, и в ней то, что в него положили. В этом смысле, смотрите, вот мы здесь, украинцы там, на них работают их местные СМИ, у них своя картина мира у многих. Как вы себе видите по окончании операции, вот этой специальной военной операции, например, дальнейшие отношения с Украиной, ну и вообще какие-то взаимоотношения на уровне, не знаю, двух народов? К сожалению, вы абсолютно правы. И за прошедшие десятилетия, уже десятилетия, массированной идеологической накачки украинского общества, в котором герои это не те миллионы украинцев, которые сражались против фашистов, а те отщепенцы, которые были пособниками фашистов, и прежде всего Бандера и Шухевич. К сожалению, вот эта идеология, которая почему-то на Украине является государственной идеологией, и которая абсолютно беспардонно вкачивалась в украинское население все эти десятилетия, или почти все эти десятилетия, она дает свои плоды, и особенно тревожно за молодое поколение, за тех ребят, которые сейчас находятся в школах и в вузах, и которые родились уже в независимой Украине и впитывали это все достаточно активно. В то же самое время есть обнадеживающие примеры. Все-таки, если мы посмотрим на данные социологических опросов, они свидетельствуют о том, что значительная часть украинского населения по-прежнему питает добрые отношения к русским, к россиянам, к России, и об этом также свидетельствует то огромное количество украинцев, которые живут и работают в России, и не испытывают здесь никаких проблем, абсолютно никаких проблем. Более того, это совершенно добрые отношения. Также и то большое количество родственных отношений, которые существуют между русскими и украинцами, между гражданами России и гражданами Украины. И, в конце концов, пример Крыма, он, конечно, в данном случае не в полной мере соответствует ситуации на Украине, но он свидетельствует о том, что, несмотря на эту очень активную идеологическую накачку, пропаганду, которая осуществлялась украинская, которая осуществлялась и в Крыму на протяжении достаточно длительного периода времени, все-таки каких-то серьезных проблем не возникло. Поэтому в этом смысле, конечно, необходима достаточно серьезная работа, но я уверен, что в основной своей массе народ Украины не поддерживает нацизм и не поддерживает неонацизм и те откровенно российские, фашистские действия, которые осуществляют некоторые украинские идеологи, политики и в том числе и государственные деятели. Владимир Леонидович, может быть, я сейчас уведу вас немножко в другую сторону, а в принципе, ну вот если бы не было этой проблемы сейчас, которая сложилась на Донбассе, вообще, вот вы сказали, команда Зеленского, а у него есть команда, и вот эта команда во главе с Зеленским, она в принципе может управлять страной, чтобы вот ее вытащить из руин, в которые ее превратило прежний руководство? Ну, здесь очень важный вопрос, он состоит из нескольких частей. Первое, конечно, команды никакой у Владимира Зеленского нет, кроме квартала 95, который является, в общем-то, не политической структурой. Что мы видим? Мы видим абсолютную чехарду во власти. Сегодня это правая рука Зеленского, завтра это, так сказать, его основной оппонент, я имею в виду Разумкова. Постоянно меняются ключевые фигуры, то есть это свидетельствует о том, что, конечно, Владимир Зеленский случайный человек во власти, у которого не существует, так сказать, мощной поддержки, мощной команды. Это первое. Второе. Безусловно, Владимир Зеленский не является самостоятельной фигурой, ни внутри Украины, ни вовне Украины. И, конечно, основные решения принимает не Зеленский. Мы видим, что даже в этой чрезвычайно драматичной ситуации Зеленский не принимает ни одного решения без оглядки на Вашингтон. И в данном случае это достаточно серьезный момент. А третье, что касается самой фигуры Зеленского, но об этом очень много сейчас говорят, но все-таки я хочу акцентировать внимание на том, с чем, собственно, Владимир Зеленский шел во власть. Он шел на волне абсолютного разочарования украинцев в действующей власти, ведь это совершенно протестное голосование, абсолютно протестное, это антиэстеблишментное голосование. Это раз. Выберем человека, который никакого отношения к этой власти в принципе не имеет. Это раз. И второе. Он пришел во власть на одной единственной идее. Я принесу мир на восток Украины. Мир он мне принес. Люди проголосовали за Зеленского, потому что они хотели мира. В том числе и в восточной части Украины большое количество избирателей проголосовало за Зеленского. Но это свое обещание, самое главное обещание, Зеленский не то что не выполнил, а он стал игнорировать выполнение этого обещания прямо сразу после того, как стал президентом стран. Владимир Владимирович, есть ли с кем разговаривать из политического спектра Украины? Кто эти силы, которые, как вам кажется, могли бы договариваться с Россией, с Белоруссией, да и с ЕС, со всеми придется договариваться. Вот эти силы есть? Ну, знаете, я начну с банальности. Договорить нужно с украинским народом. Понятно, что это, в общем-то, может некоторым показаться излишней абстракцией. Излишней абстракцией. Но я хочу подчеркнуть, что, конечно, в данной ситуации мы видим, что, первое, политическая элита Украины, интеллектуальная элита Украины в настоящее время демонстрирует свою абсолютную недееспособность и по всем фронтам, по всем показателям. И, конечно, очевидно, что украинскому народу необходимо в настоящий момент сделать очень серьезный выбор и найти тех людей, которые будут занимать взвешенную позицию, позицию, которую разделяет украинский народ. Я уверен, что украинский народ имеет таких людей в своем составе. И я уверен, что эти люди смогут, соответственно, достойно представлять свою страну. Ну, вот Украина в данном случае просто жертва. И жертва жадности и недальновидности. Не только, наверное, Вашингтона, как вы сказали, но и собственных элит, которые существуют в самой Украине. Ну, в данном случае, все-таки, я бы ушел от таких вот широких обобщений и подчеркнул, что есть политические элиты Украин, которые абсолютно показали свой антиукраинский характер. Причем, в общем-то, это не реальность сегодняшнего дня. Это реальность, которую украинские элиты шли на протяжении нескольких десятков лет. И это одна сторона. Та олигархия, которая сложилась на Украине, является абсолютным путем в никуда. И в экономической, и в социальной, и в демографической, и в политической, и в военно-политической сферах. Фактически, сегодня, кстати, Украина самое бедное государство Европы. Впервые на эту позицию Украина вышла в октябре 2021 года. Вот, собственно, реальный финал нынешних политических элит, которые завели страну в тупик. И сели в частные самолеты и вылетели. Да, конечно, конечно. Никто из них не будет сражаться. С другой стороны, есть геополитические игроки, которым украинские элиты доверились. И постарались убедить свой народ в том, что Запад нам поможет. И вот эта вот ориентация на западные элиты, она, конечно, является губительной для Украины. И это путь в никуда. И, собственно, события последнего времени фундаментальным образом это демонстрируют. Буквально несколько срочных сообщений, и дальше вопрос от меня и от наших зрителей. Так, значит, Apple сообщает о том, что удалила из своего магазина, из Apple Store приложение «Промсвязь банка» из-за санкций. Берлин, значит, министр экономики ФРГ, это Реа Новости, я цитирую, министр экономики ФРГ, заявил, что санкции ЕС лишат Россию, цитата, «доступа к технологическому прогрессу». Вице-канцлер ФРГ пообещал закрыть Россию и международные рынки. Ну, посмотрим, пока они только общими словами ограничиваются. Владимир Ильич, вот СМС, которую хотел прочитать, и как раз спросить ваше мнение, чтобы, так сказать, закольцевать. Мы начали с того, что история ничему не учит. Нам зритель пишет, надо со временем налаживать добрые отношения с Америкой. Это будет всем нам очень на пользу. Краснодарский край, как вы считаете, это нам всем будет очень на пользу? В настоящий момент точно нет. И здесь ситуация следующая. Мы находимся в очень сложной фазе геополитических отношений. Фазе упадка геополитической роли и влияния сверхдержавы Соединенных Штатов Америки. Это фаза, которая может привести к очень серьезной деструкции, к очень серьезным негативным последствиям. Потому что теряющий свои позиции мировой лидер будет стремиться эти позиции сохранять, во что бы то ни стало, в том числе военно-силовым путем. Вот с этой Америкой, находящейся в упадке и занимающей явно антироссийские позиции, а я напоминаю, что во всех стратегических документах Соединенных Штатов Россия является противником Америки, вот с этой Америкой и с этими элитами, конечно, достаточно сложно договариваться о чем-то и вообще иметь дело. А в перспективе, это перспектива на несколько десятилетий вперед, когда мир будет иным, возможно, и Соединенные Штаты перестанут выполнять функции мирового империалиста, жандарма, возможно, с американским народом можно будет найти общий язык, как это было до того, как Америка стала претендовать на роль сверхдержавы. Ведь в 19 веке, когда американцы еще не претендовали на роль сверхлидера в мире, между Соединенными Штатами и Россией, были вполне приличные отношения. Я хочу напомнить о том, что Россия помогала американцам в их, так сказать, политической ситуации и в 18 веке, и в 19 веке. Поэтому вот в этом смысле, когда Америка, употребую такой термин, перебесится, то есть перестанет быть, так сказать, претендовать на роль страны, национальные интересы которой находятся за тысячи километров от Вашингтона, когда этот процесс завершится и когда граждане Америки поймут, что их интересы это Вашингтон и Сан-Франциско, а не Москва и Харьков, вот тогда, очевидно, с этой Америкой можно будет договариваться и даже дружить. Да, что будет, по всей вероятности, очень-очень нескоро. Спасибо большое, Владимир Ильич. Владимир Шаповалов, политолог-историк в нашем эфире.